Дорогие сестры, мы продолжаем наше богослужение, и сегодня у нас проповедь Слова Божьего, которая называется «Неожиданный конец». Знаете, не знаю, почему он является неожиданным для некоторых, хотя в Библии все очень ясно сказано относительно будущего каждого человека. Когда мы открываем книгу пророка Исайя, 46 главу и 10 текст, там написано следующее. «Я возвещаю от начала, что будет в конце». Исайя 46, 10. И вы знаете, он говорит, что я говорю, «И мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть, оказывается, Бог может предсказывать будущее. Бог знает наше будущее. Тогда вопрос следующий. Откуда же берется плохое у верующего человека? «Если же у Бога для человека все самое лучшее?» Вот вникните в этот вопрос сейчас. Почему же в жизни так много плохого, если Бог приготовил для человека самое лучшее? Где же слабое звено? В чем же конфликт, что у человека не всегда все хорошо складывается в жизни? Вот сегодня мы об этом с вами поразмышляем. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 текст говорит следующее. «Ибо только я знаю намерения, которые имею от вас». То есть, Бог говорит, я точно знаю, что я хочу в вашей жизни видеть. И дальше он говорит «намерения во благо, а не во зло, дабы дать вам будущность и надежду». То есть, намерение Бога во благо человека? Опять вопрос. Если у Бога намерение во благо человека, если дать нам самое лучшее, хорошее будущее, почему же не все хорошо в этой жизни? Наверное, этим вопросом многие из нас задаются неоднократно. Правда? Мы думаем, Господи, всю жизнь в церковь хожу, всю жизнь за детей молюсь, а дети сегодня не с Тобой. Господи, всю жизнь верно отношусь ко всем вещам, а у меня в жизни тоже не все ладится. Согласно вот этим текстам, которые мы прочитали, вы знаете, Бог каждому человеку желает прекрасного будущего. И вся жизнь, она устроена по принципам или по правилам. Вы знаете, что есть законы сеяния и жатвы, да? Есть законы всемирного притяжения, или, да, притяжения. Есть законы здоровья, есть законы или правила дорожного движения. И когда мы их нарушаем, обязательно будут какие-то плохие последствия. Для того, чтобы Бог благословил человека, и человек испытал вот эти благословения или испытывал благословения на протяжении всей жизни и каждого дня, необходимо знать правила или законы взаимодействия Бога и человека. Это очень важно. Очень многие молодые люди, они обращаются и говорят, мы хотим быть счастливыми, мы хотим иметь много всего, мы хотим иметь зарабатывать много, но сразу много. Вы знаете, ко всему есть какой-то определенный путь. К тому, чтобы получить в жизни какую-то карьеру, необходимо получить образование, потом какой-то рост к этому, и ты будешь, если ты поставишь эту цель и будешь способным к этому. Точно так в жизни благословения, получения благословения от Бога. У Бога есть правило, взаимодействие с Богом. Он говорит, я церковь создал. В церкви я каждую, каждый день, каждую субботу, каждое богослужение я обращаюсь к тебе со словом. Игнорируя это, человек не может рассчитывать на благословение. Он просто не может рассчитывать. Он нарушает вот эти правила взаимодействия с Богом. И, конечно же, друзья, у нас есть ряд примеров. Есть ряд примеров. Когда человек взаимодействует с Богом, какой конец его жизни? Давайте мы, к примеру, возьмем Иосифа. Мы не будем перечитывать тексты, но мы сейчас вспомним жизнь Иосифа. Вы знаете, он точно знал, что Бог верен своему слову. Иосиф, он точно знал, что Бог верен своему слову. И, вы знаете, через какие бы трудности он не проходил в своей жизни. Вы знаете все эти трудности, и предательство, и отказ, и измена, и обманы, и все остальное. Он никогда не терял из своего фокуса, из своего вида, он никогда не терял Господа. Никогда. Почему? Потому что он точно знал, что Бог имеет обо мне намерение во благо. Представьте себя сейчас на месте Иосифа. Вы пережили в жизни предательство. Неважно, или это было со стороны близкого человека, или со стороны сотрудников, со стороны друзей. Не знаю, неважно, как вы отреагировали. Продолжали ли вы делать добро? Продолжали ли вы поддерживать вот эти добрые отношения с Богом? Не сердились ли вы на Него? Вы пережили в жизни какую-то утрату? Большую утрату. Может быть, вы потеряли близкого, дорогого человека. Продолжали ли вы оставаться верными, добрыми людьми, Богу верными? Не поколебало ли вас в вашей вере вот эти временные ситуации на этой земле? Ведь если мы помним, что мой отец имеет самое лучшее в своих намерениях по отношению ко мне и моей семье, я тогда не сомневаюсь. Я тогда понимаю, что все допущенное в этой жизни, все допущенное Богом, даже то, что мне не нравится, каким-то образом оно мне послужит ко благу. Мне очень трудно объяснить все. Очень трудно. Многие подходят и говорят, пастор, а как быть? Вот это случилось. Неужели Бог этого хотел? Друзья мои, когда я вспоминаю Иова, когда я вспоминаю Иосифа, я не знаю, что эти молодые ребята думали. Я не знаю. Но я знаю точно, что они не отступили от Господа. Я точно это вижу из Библии, что они не отступили. Не важно, что было. Он помнил, кто он есть. Он помнил, что он представитель Бога. Не важно, он находится в Вавилоне, он находится в Египте, он находится где-то у филистимлян. Не важно, он представитель Бога. Он это помнит. И не важно, сколько ему лет. 16, 17 или 66 или 106. Не важно. Он помнит, кто он есть. И вы знаете, я думаю, что когда Иосиф вспомнил, что Бог ему дал вот этот сон, он думает, как же этот сон будет исполняться? Ведь я знаю, что Бог обязательно исполнит его. Вообще. Два раза перепродают. И казалось бы, казалось бы, что сон перечеркнут. Потом он попадает в тюрьму, казалось бы, все, уже с такой репутацией, после тюрьмы. Скажите, куда берут? Как правило, на какое-то такое высокое положение не берут. И вы знаете, я назвал это в своей жизни объезды. Все ездили по дорогам, вы все ездите, или вы на автобусе едете, или на своем транспорте личном. Вы такие знаки видите, да, объезд. Объезд. То есть, впереди какое-то препятствие, или ремонт дороги, или может быть какое-то мероприятие, или опасность какая-то. И вам ставят знак объезд. И вы объезжаете, и потом опять попадаете на ту дорогу, куда вам надо было. Я понимаю, что Бог ставил вот эти объезды. Знак объезд. То есть, Иосиф, ты сейчас не можешь идти прямо. Вот это в твоей жизни нужно для того, чтобы ты что-то обошел. Вот именно объезд. Почему? Потому что впереди какая-то опасность. Я хочу тебя провести более безопасным путем. Да, он длиннее. Да, это не входило в твои планы. Но в твоей жизни есть такой знак объезд для того, чтобы ты безопасно попал на то место, куда ты хочешь. И вы знаете, хочу сказать, что Бог допускает нам это для нашей пользы. Знаете, хочу сказать, что ничто не может остановить нас от Божьих благословений. Никто и ничто не может остановить нас от Божьих благословений. Знаете почему? Потому что Бог говорит, я намерение о тебе имею во благо. Всегда смотрите в конечную цель, конечную точку. Смотрите в конец истории и скажите, Бог, ты имеешь во благо. Что сейчас на этом промежутке происходит? Боже, ты знаешь, как лучше провести? Я доверяю тебе. Может быть, много будет вот таких вот объездов на моем пути. Я не знаю. Я согласен. Поэтому ни враг, ни друг, никто не может вас остановить от благословений Божьих. Но есть кто-то, кто может остановить. И этот кто-то, это только я сам для себя. Это я сам. Это я могу себя только остановить. Вы себя можете остановить. Вы можете помешать себе достигнуть Божьих благословений. Вы принимаете решение и говорите, все, я сдаюсь, я останавливаюсь, я уезжаю, дальше я не могу, все, хватит. Только вы можете принять это решение. Ни враг, никто, даже дьявол. Он не мог прикоснуться к Иову. Он спрашивает разрешение у Бога и говорит, позволь мне. Господь говорит, хорошо, коснись. Вы понимаете, когда вы на Божьей стороне, вы под Божьей защитой. И все, что происходит в жизни, это входит в Божий план. Счастье в том, что Бог нам не показывает сценарий нашей жизни. Он ведет просто путем веры. Вы знаете, вы каждый день молитесь следующей молитвой. Боже, я не понимаю, почему. Боже. Не понимаю, для чего. Но дай мне сил и мудрости пройти это. Это будет самая правильная молитва. Господи, я не пытаюсь объяснить, почему. Я не хочу понять, за что. Господи, дай сил пройти этот отрезок. Вот и все. Я думаю, так молился Иосиф, так молился Иов, так Даниил. Это люди, которые имеют очень-очень богатый опыт. Давайте откроем послание к римлянам, 8 главу, 31 текст. Римлянам 8, 31. Интересный текст. Я просто этим текстом подтверждаю эту мысль, которую сказал немножко раньше. Что же сказать обо всем этом? Если Бог за нас, то кто же может быть против нас? Сильные слова, правда? Если Бог за нас... Скажите, откуда мы знаем, что Бог за нас? Нормальная мать, она всегда за своих детей. Нормальный отец всегда за своих детей. И заступится, и поможет, и поддержит, и утешит. Друзья мои, всегда, неважно, упал он в грязь, неважно, где он, как он далеко отошел, не отворачивайтесь. Это делает наш Бог. Если бы он отворачивался от нас, как мы порой отворачиваемся, друзья мои, нас бы уже не было живых. Вы знаете, он является творцом Вселенной. Он является творцом Земли. Он является творцом абсолютно всего, космоса. Он является творцом моего личного счастья. Допустите эту мысль, что вы одни во Вселенной, и он занимается только вами. Он занимается устройством вашего быта, вашей семьи, ваших финансовых вопросов, вашего здоровья. Допустите эту мысль. А это так и есть. А это так и есть. Единственное, чего нам не хватает, чего нам не хватает в достижении благословений, я вам скажу секрет. Недоверие. Господи, это что, точно так? Не, ну это от тебя быть не может. Нет, нет, я же тебя, нет, я же там читал про тебя, все, нет. Наверное, это нет. Недоверие. Вы понимаете? Доверьтесь, как сын, маленькая дочь доверяет свою руку отцу или матери. И это будет правильно. Полное доверие. И это будет правильно. Вы знаете, если бы Иосифа не предали, если бы Иосифа не посадили в тюрьму, если бы Иосифа не продали, он бы не был премьер-министром и управляющим. Вы вообще представляете это, нет? Если бы его не продали, братья, он бы не попал в Египет. Если бы он не прошел через все эти сложности, он не был бы на высоте. Он не был бы уважаемым. Вы знаете, хочу сказать, что Бог приготовил ему вот такое завершение. Наша тема называется «Неожиданный конец». Как этот человек, когда он уже попал в руки братьев, когда они его продают, как он мог себе представлять, как можно представить, когда торгуются и спрашивают, ну сколько вы хотите за него, и вы уже видите, что вы больше никогда своих братьев не увидите, потому что вас увозят в рабство, в чужую страну. Как можно представить, что я буду руководителем государства Египет? Это вообще, скажите, видно было из той ямы, нет, где он находился? Нет. Бог приготовил неожиданный конец для этого человека. Но вы знаете, Бог, скажем так, видит большую картину. Большую картину. Мы видим маленькие картинки. Маленькие. Мы видим мою болезнь. Мы видим, что я ногу подвернул. Мы видим, что у меня там что-то с детьми. Мы видим, что денег нет. Это маленькие картинки. Бог видит большую картину. Он приготовил спасение нации. Нации спасения. Через этого молодого человека. Он не просто помогал Иосифу. Он не просто устраивал жизнь его. Он помогал нации всей. Он заинтересован в спасении не только вашей. Всей вашей семьи. Всей вашей семьи. Поэтому, если вы сегодня здесь, вы не случайность. Это не совпадение. Через вас Бог приведет всю вашу семью. Но путь этот нелегкий. Единственное, чего нам недостает. Веры и доверия. Отдайтесь Господу. Скажите, Господи, не знаю почему. Господи, не знаю как. Но дай силы пройти это. Это самое главное, о чем мы должны просить. И помните, намерение Бога во благо. Намерение Бога во благо, а не во зло. Чтобы дать нам что? Будущность и надежду. Друзья мои, будущность и надежда – это не новая квартира. Будущность и надежда – это не новый муж или новая жена. Будущность и надежда – это не новая работа. Это маленькие картины здесь, на этой земле. Будущность и надежда, когда говорит Господь, это спасение от вечной смерти. Это надежда на что-то большее, чем просто мы рассматриваем здесь в микроскоп. И так на себе сосредоточились, что вообще мир вокруг себя не видим. Мы на себе сосредоточились. Да, это у меня плохо. Да, это я хромаю. Да, это у меня сердце болит. Да, это у меня... Что там еще? Не знаю, какая еще болезнь у меня. Да, это я. И весь мир вокруг меня. Это маленькая картина эгоиста. Посмотрите шире. Для чего вас Бог сюда привел, на это место? Он хочет через вас что-то сделать большое. Не сопротивляйтесь. Скажите, Господи, действуйте в моей жизни. Я знаю, что у тебя есть большая картина. Давайте я вам другой пример приведу. Кто из вас любит смотреть какие-то спортивные соревнования? Футбол, баскетбол, что там, бокс, что еще есть? Есть у нас в зале? Нет такие? Так вот, представьте себе, вы любите смотреть волейбол. И вы в командировке. И вы этот матч посмотреть вживую не можете. И вы прочитали результаты. Что ваша команда, за которую болеете, выиграла. Но вам хочется посмотреть. И вы включаете запись. И смотрите запись. И видите, что ваша команда так вначале слабо играет. Ваш главный, на кого вы рассчитываете, вообще на скамью посадили там этих штрафников. Но вы внутри спокойны. Почему? А вы результат знаете. Вы понимаете? Вы не переживайте, что ваша команда слабо играет. Не переживайте, что вашего главного нападающего или защитника посадили на скамью запасных или может быть штрафников. Почему? Вы результат знаете. Друзья мои, что бы в жизни не происходило, или слабо движутся дела, или может быть не так, как вы хотите, помните, вы знаете результат. А результат какой? Намерение мое во благо. Намерение мое во благо, а не во зло. Я хочу благословить вас. Обильно, да избытка хочу благословить. Не важно. Не важно, друзья. Следующий урок запомните. Не важно, как вы начали свою жизнь. Не важно, кем вы были в прошлом. Сколько лет вы в тюрьме отсидели. Не важно, сколько грехов вы сделали. Важно, кем вы хотите продолжать свою жизнь и заканчивать с того момента, когда вы узнали Господа. Это важно. Важно, кем вы хотите оканчивать свою жизнь. Наша проповедь называется неожиданный конец нашей жизни. Чтобы он был вот таким вот сюрпризом, сказал, Господи, я не ожидал. Я не ожидал, да, я не ожидал, что ты мне откроешься. А то, что сегодня иногда вы бастуете и вам не хочется прийти в церковь, увидеть то или другое лицо, знаете, как это называется? Это называется извинение своих грехов. Извинение. Извинение своей лени, извинение своих грехов. Это называется извинение своим поступкам. Потому что это всего-навсего вот этот промежуток, когда Господь ведет нас вот какой-то объезд. А я говорю, нет, Господи, ты знаешь, этот знак объезд для меня не существует. Я, когда был помоложе, я так ездил. Когда знак объезд, я думаю, по тротуару, что я не могу проехать. Могу. Я же молодой, тем более законов-то мало для меня тогда. Я еду и доезжаю, доезжаю, а там такая яма, огромная яма вырыта. А знаете, как в Советском Союзе ни тряпочки даже никакой нет, что красная. Если бы еще чуть-чуть, вот так бы и ушел туда метра на три вместе с машиной. А знак был. Но мы иногда в этой жизни похожи вот на таких вот молодых водителей, которые думают, нам все можно. И мы знаем, какой более прямой путь. А Господь говорит, нет, есть объезды. Есть объезды. Вот объедь это, и дальше пойдешь безопасно. И все равно до цели я тебя доведу. Мое намерение во благо. Во благо тебе. Вы знаете, я думаю, что когда я сказал, что неважно, кем вы начинали жизнь, представьте, кем начинал жизнь Иосиф. Я имею ввиду такую жизнь, знаете, сознательную. Пленник. Сказали, поднеси, поднес. Еще и побыстрее. Медленно несешь, помогут нести быстрее. Плеткой. Кем начинал жизнь Даниил? Молодой человек. А вы знаете, кем вообще его отец был? Нет? Царь. Царский род. Это дети из царского рода, дети из священнического рода. Это самых отборных отобрали. И тут сынок попадает куда? В плен. В рабство. В плен. Еще и куда? В Вавилон. Где кишит. Это то же самое, что Содом и Гамора. Представляете, друзья мои? И тут получается, что этот Даниил, он должен был как-то отстаивать. Поэтому верность, она, друзья мои, не только вознаграждается. Верность, она, как мы говорили прошлую субботу, всегда как бы с двойным результатом в конце благословляет тебя. За верность твою вдвойне. Посмотрите, он попадает пленником, становится премьер-министром. Правда? Он попадает рабом, пленным, становится управляющим Египта, а тот Вавилона. Ну как? Такое можно бы помечтать, а? Это неожиданный, неожиданный конец, друзья мои. Если вы хотите, друзья мои, достичь цели, помните, никто не может остановить нас от следования за Христом. Абсолютно никто. Когда мы вспоминаем о другой личности, к сожалению, у нас есть негативные примеры в Библии, как люди оканчивали свою жизнь. Давайте мы поговорим немножко о Навходоносоре. Навходоносор – это человек, царь Вавилонский, который очень был таким успешным, но этот человек решил жить так, как он хочет жить. Давайте мы прочитаем Даниила, 4 глава, 21 текст. Даниила, 4, 21. Я думаю, мы что-то полезное для себя здесь тоже возьмем. Вы знаете, что он видит какой-то сон, он видит какой-то сон, а сон был следующим. Дерево огромное растет, растет огромное дерево такое огромное-огромное, там все птицы написано, и звери могут под ним укрыться. И в один прекрасный день это дерево срезается. Он видит этот сон, ему страшно стало, и он говорит, слушай, Даниил, ты мог бы помочь мне разобраться? Он говорит, да, могу. И вот он комментирует 21 текст, этот сон. Вот значение этого царя, вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаться, семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что поверение было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе. И когда ты познаешь власть небесную, да, посему царь да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. И дальше написано все себе сбылось над царем Навходоносором. Друзья мои, это такой, знаете, царь, который все себе позволял. Ну, я думаю, вы скажете, ну, я же, мне до царя далеко, у меня же такого положения даже нет. Но вы знаете, что не будучи царем, вы можете все себе позволять тоже. В рамках своих возможностей. И вот он говорит, ты делал, как хотел, ты поступал, как хотел, все же. Но Бог сказал, как мне вразумить этого человека? Как? И вот только так. Друзья мои, у Бога есть другие методы нас вразумлять. Иногда мы думаем, ну, за что мне это? Ну, за что мне это? И Бог говорит, ты не знаешь, зачем, но вот это тебе во благо. Узнаешь это через семь лет. Вы думаете, Господи, семь лет? Ну, это хорошо, если нам еще Данил бы сказал, что семь. А так мы вообще не знаем, когда-то все кончится. И вы знаете, написано 26-й текст этой же главы, 4-й главы, по прошествии 12-ти месяцев да, все, по прошествии 12-ти месяцев расхаживал он по царским чертогам в Вавилоне. Он как бы послушал вот эту всю, эти рассказы, ему как-то стало страшновато. И знаете, ему на сколько хватило этого страха? На 12 месяцев. И вот он ходит и рассказывает, «Не это ли величество и Вавилон, который я построил?» Да, дом царства, с силой могущества моего и в славу моего величия. Слава, величие, могущество, я. Ну, вообще, ну, знаете, в общем, все про нас. Дальше читаем. «Еще речь сия была в устах царя, как бы с неба голос». Был с неба голос. «Тебе, говорят, царь, нахуй носа, царство отошло от тебя». Знаете, друзья, это интересно читать про кого-то. Но вы знаете, что это про нас? Масштабы поменьше. Царства у нас нет, друзья. И короны у нас нет. Но это все про нас. Все в миниатюре. Иногда мы думаем, что Бог балуется. Иногда мы думаем, что Бог сказал и забыл. А Бог не человек. Он не забывает. Он сказал и помнит, что сказал. Он пообещал, обязательно выполнит. И мы в жизни думаем, Господи, ну, за что же это так мне? А так все было хорошо. Так все гладко шло. Вроде бы нормально было. И вот почему так? Господь Бог говорит, вот так вот. Почему? Потому что ты забыл то, что я тебе говорил. А вот 31 текст выравнивает ситуацию. Написано, по окончании же дней тех, Янов Худоносор возвел глаза мои к небу, и мой разум возвратился ко мне. И я благословил Всевышнего, восхвалил, прославил присущего, присносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды родов. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей действует и как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, а что ты сделал? Дальше написано, что когда возвратился разум мой, и к славе царства моего, возвеличилось, смотрите, возвратилось ко мне, что? И сановитость, и прежний вид, и тогда взыскали меня советники мои, и вельможи мои, и я восстоловлен на царство мое, и величие мое, еще более возвеличилось. Я говорил вам, да, что когда Бог проводит через что-то вот такое серьезное, а мы все-таки каемся в конце, Бог говорит, он возвеличивает еще, еще более возвеличивает. Поэтому, друзья мои, и ныне я на входе Носор, 34 текст говорит, славлю, превозношу, величаю царя небесного, которого все дела истины, пути праведны, и который силен смирить ходящих в города. Мои дорогие друзья, я думаю, что мы достаточно времени размышляем над этим. Я хотел бы, чтобы мы с вами помнили эти примеры библейские, что конец может быть абсолютно неожиданный, но он зависит ни от Бога, ни от наших врагов, ни от наших родных, ни от наших близких, от нас самих. Вот если мы хотим, помните, никто нам не скажет нет. Если мы скажем Господу, я хочу, нас никто не остановит. Если я скажу, Господи, я не хочу, даже Бог нас не заставит. Он нам дает свободную волю выбора. Знаете, у Навходоносора сын родился, а звали его Валтасар. Этот человек, он повелел сделать большой пир. И когда они сделали большой пир? Он говорит, там отец мой где-то сосуды какие-то с храма принес золотые. А ну принесите, что мы тут винца попили немного. Будем петь мы, пить, будут петь мои друзья, мои жены, мои слуги, мои наложницы. Все будем пить. И вы знаете, во время пьянки, во время гулянки появилась кисть на стене и написало следующее. Ты взвешен на весах и найден очень легким. И дальше еще написано. Исчислил Бог царство твое и положил ему конец. Как страшно, друзья мои. Как это страшно, когда вот такой неожиданный конец. Как? Царь и царству конец. И вы знаете, 30 текст говорит 5 главы. В ту самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. Вот такой вот конец царя, друзья мои. Когда мы игнорируем что-то, помните, Бог поругаем не бывает. Но я хотел бы закончить на позитиве. Откровение 21 глава мне очень нравится. Первый текст до 5. Откровение 21 глава с первого текста. Написано, и я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля миновали, и моря уже нет. Я и Ан увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я голос громкий, говорящий, все скинье Бога с человеком, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог будет с ними, Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей, их и смерти не будет, и плача не будет, вопля не будет, болезни не будет, прежнее прошло. Вот мне нравится пятый текст, и сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Друзья мои, если у нас в зале сидит человек, который не верит этим словам, помните, это проблема этого человека. Это не проблема Слова Божьего, это не проблема Бога. Поймите, Бог сегодня стучится в сердце каждого человека, и эти слова написаны верны и истины, поэтому примите их, не как от пастора, не как от церкви, примите как от самого Бога, который говорит, эти слова есть истины и верны. Господь обещает нам другой конец нашей жизни. Он говорит, новое небо и новая земля. Пусть на этой земле Господь не даст нам каких-то других положений, может что-то стремиться и не имеет, значит это лучший Божий путь для вас. Пусть на этой земле вы не заработаете миллионы, значит Бог знает, они вам не нужны. Если кого-то Бог благословит быть миллионером, значит это Божий путь, значит это хорошо, вы сможете правильно распорядиться ними. Это Бог ведет, помните, конец Бог говорит во благо, а не во зло. Это главная мысль нашего сегодняшнего размышления. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы очень благодарны Тебе за благословения Твои. Господи, мы так благодарны, что Ты нашел нас в этом мире. Мы так благодарны, что Ты сегодня продолжаешь стучать в наше сердце. Господь, научи нас доверять Тебе. Господи, научи нас следовать за Тобой. И что мы могли понимать, что это просто какие-то промежутки в этой жизни. Но Ты обещал нам, что Твое намерение во благо, мы знаем, что исход и результаты уже нам ясны. Ты всегда желаешь нам благословения. Поэтому помоги нам не оставлять Твоей руки, помоги не отступать. И я верю, каждый из нас получит огромные благословения. Помоги нам видеть большую картину. Помоги нам не видеть только неудачи в этой жизни и расстройства. Помоги нам видеть большой план, что Ты желаешь спасти не только нас, но через нас, нашу семью и наших близких. Мы просили это у Тебя все. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, мы еще послушаем пение.